Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Пришли обильные дожди и, конечно же, инфекционные заболевания, которые настигают нас именно в этот период времени. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И тема нашей программы – острые респиратурные вирусные инфекции, грипп при беременности у женщин. А как эти инфекционные заболевания протекают, нам расскажут квалифицированные специалисты инфекционной клиники имени Изотимы Жакеновой. Не переключайтесь, будьте с нами. От острых респираторных инфекций, к сожалению, не застрахована ни одна беременная женщина. И если банальная простуда или вирусная инфекция чаще всего опасения не вызывает, то острые состояния, например, грипп при беременности, могут неблагоприятно воздействовать на плод. А опасен ли ОРВИ и грипп при беременности и как их вылечить без вреда для матери и будущего ребенка? Но прежде чем найти ответы на наши вопросы, мы должны узнать, с чего все начинается. Поликлиническая и стационарная служба в корне отличаются друг от друга. И сейчас мы узнаем, как ведут осмотр при стационарной службе. Бахт Кустович, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, сэрик. Как дела? Отлично. Так, у нас, значит, сегодня тема касается острых респираторных вирусных инфекций, гриппа при беременности у женщин. И вот первым делом после поликлиники, да, после поликлинического осмотра, когда их доставляют именно сюда, в стационарное отделение инфекционной больницы, что им нужно делать? Вот что с ними, как осматривает их врач или как он их, как он перенаправляет, возможно, в стационарное отделение? Ну вот первые шаги. Расскажите о них. Значит, на нашу клинику беременная женщина с диагнозом оргии и грипп поступает со скорой или с направлением с поликлиники. Значит, поступает в приемно-консультативное отделение, осматривается врачами отделение, значит, определяет неотложенное состояние у пациенток. Значит, какие? Это дыхательная недостаточность, лихорадку на фоне беременности и определяет сортировку алгоритм действия. Значит, если имеет пациент дыхательную недостаточность или высокую температуру 38, выше, которые показания госпитализации в отделении интенсивной терапии. При отсутствии этих симптомов имеющиеся катаральные явления, которые симптоматики ОРВИ и КРИП госпитализируются в отделении, профильное отделение. Смотрите, какие документы должна при себе иметь под пациент? Удостовение личности и обменная карта. А как, к примеру, если она не прикреплена к городской поликлинике, если, к примеру, пациент живет где-нибудь в области, как ему быть? Значит, все беременные осматриваются в бесплатном основе и госпитализируются в бюджетное отделение. Выбор есть всегда. Здесь также есть и хозорасчетное отделение. Но если у вас нет средств и возможностей, не переживайте. Двери городской инфекционной клиники всегда открыты для вас. Ну вот мы сейчас в стационарном отделении. Сколько к вам сюда поступают пациентов в день, скажем? Значит, это у нас отделение, инфекционная больница, больных с острыми респираторными вирусными инфекциями, рассчитано на 45 коек. В день, конечно, раз на раз не приходится. Бывает и 5 больных поступает с вирусной инфекцией, бывает и до 10 у нас в день мы принимаем таких больных. То есть отделение полностью рассчитано на ОРВИ. И у нас палаты мужские, женские. Ну да, значит, у вас стационарное отделение развернутое на 45 коек. Давайте тогда мы сейчас пройдем в палату. Возможно, у вас есть беременные женщины, которые поступили с ОРВИ, да? Да, есть, которые недавно у нас поступила больная. То есть мы каждый день принимаем больных. И, конечно, у нас с началом этой инфекции у нас соблюдается масочный режим. Поэтому, да, до захода к больным, до осмотра, до осмотра, да, мы должны обязательно соблюдать этот масочный режим. Масочный режим. Ну, как я вижу, койки у нас все время заполнены. Постоянно койки. Палаты наши вот рассчитаны в этом отделении на 45 коек, и палаты рассчитаны на 5-6. Обычно вот такое количество больных у нас госпитализируется в одну палату. На что должна обратить беременная женщина, да, женщина, которая в положении, в первую очередь, при появлении, скажем, острых респиратурных вирусных инфекций? Ну, вот у нас пациентка как раз Диханова Жанельке, она поступила к нам в понедельник, 9-го числа, да, 9-го октября Жанельке. Она поступила с такими симптомами, как слабость, недомогание, головная боль, чувство жара. Со слов она не измеряла на тот момент, да, Жанельке, но она чувствовала, ощущала жар, повышение температуры было у нее, першение в горле было, заложенность носа, да. И вот с такими симптомами у нас пациентка была госпитализирована с диагнозом острые респиратурные вирусные инфекции. Это у Жанельки третья беременность, поэтому, естественно, особый уже, как бы, подход у нас беременных однозначно стараемся госпитализировать, уже когда имеются такие симптомы, во избежание, конечно, осложнений, да, мы, потому что они должны находиться под наблюдением врача. Так же, как все население нашего государства, так же и беременные, особенно, так как они уже отвечают за жизнь ребенка, они должны при появлении первых симптомов сразу вызвать врача. При вышеперечисленных симптомах вызов врача просто необходим, так как все мы знаем, что самолечение может привести к плачевным ситуациям. Сейчас самочувствие пациентки, что попало сюда буквально на днях, стабилизировалось. Она вовремя обратилась за помощью. Чем до этого, мое состояние намного улучшилось на сегодняшний день. Уже отпустила боли в голове, там температуры уже нет. Особые першения в горле тоже отходят. Ну, заложенность на носу тоже. Как-то, ну, все хорошо, чем вчера и до этого, когда было. В первую очередь обратилась в нашу поликлинику. Пошла, они дали мне лечение на дому. Я принимала, то есть уколы мне назначали. Я все принимала, но я не скажу, что оно не помогало мне. Оно помогло, у меня вообще голоса не было. Ну, ангина, как бы, она вообще усилилась. Ну, потом, когда я уже пришла на явку 9-го числа, меня госпитализировали и вызвали скорую, отправили сюда, в инфекционную больницу, чтобы, ну, для ребенка не было никакого, никакой опасности не было. Зачастую мы недооцениваем банальную простуду и ОРВИ и думаем, что эти явления можно, в принципе, перенести на ногах, полежать дома, попить чай с малиной и все пройдет само по себе. Но это, к сожалению, не так. Наша неосторожность может стать предиктором и обернуться более серьезной патологией. Сейчас грипп протекает очень тяжело. Он уже поражает не только верхние дыхательные пути, но и нижние дыхательные пути, легкие. Поэтому может развиться быстро одышка, может развиться дыхательная недостаточность и, к сожалению, может привести к летальному исходу. Даже в наше время, век, когда медицина имеет такое развитие, век таких технологий инновационных, к сожалению, люди могут погибнуть от гриппа. ОРВИ и грипп – сезонное заболевание. Увеличение наблюдается специалистами в период с 1 октября и до конца апреля. Само по себе заболевание передается воздушно-капельным путем. И это и говорит, да, повсеместность и широкое распространенное заболевание. При беременности, само по себе беременность – физиологический процесс, при котором идет изменение гормонального статуса у женщин, да, и снижение иммунной системы. И наши беременные женщины более привержены заболеваемости, особенно гриппом. Заразившись, у нее заболевание может протекать намного тяжелее, чем у обычного человека. Во-первых. И во-вторых, беременность, увеличение матки сдавливает диафрагму, то есть ограничивается экскурсией легких. Беременной тяжело дышать. Вы, наверное, обратили внимание, что даже если беременная не болеет, ей тяжело ходить, бывает, на последних сроках беременности, тяжело подниматься по лестнице, тяжело разговаривать. А если еще у нее будет заболевание легких, то, естественно, дыхательная недостаточность, а дышка у нее развивается, прогрессирует быстрее. Это свидетельствует о том, что нехватка кислорода. Кислорода не хватает не только женщине, но и ребенку. Поэтому это может привести к замерзшей беременности, к мертворождению, к сожалению, выкидышам. Помимо вышеперечисленных течений заболеваний, существуют грозные осложнения, которым может привести вовремя нелеченный ОРВИ и грипп. По топике дыхательных путей мы начнем. Это острые бронхиты. Сложные осложнения – это пневмония, воспаление легких. В последующем поражение центральной нервности тела. Грипп имеет такое грозное осложнение, как гриппозный энцефалит. Вот эти осложнения, последние, которые я перечислила, они могут быть достаточно жизнеугрожаемыми для человека. В стационаре, конечно, мы всегда определяем показания для проведения противовирусной терапии, при присоединении осложнений, значит, антибактериальной терапии, дезинтоксикационной, симптоматической терапии. Вот мы и подступили к одному из главных вопросов – какие методы лечения существуют? Это единственный противовирусный препарат, который разрешен беременным. Мы имеем большой опыт назначения этого препарата. Все беременные, которые с 2012 года у нас получили этот препарат, никаких осложнений, побочных эффектов ни на здоровье женщины, ни на последующие роды он не оказал. И есть исследования ВОЗ, СИДСИ, что осильтамивир, конечно, спас большое количество людей именно в период этой пандемии. Другие, к сожалению, противовирусные препараты беременным нельзя. Можно применять заново и вверх препарат, но он не совсем рекомендуется, потому что он может вызвать бронхоспазм. Немаловажным фактором при любой патологии является соблюдение профилактических мероприятий. Спасательно профилактики беременных, ну и всех, как бы часто болеющих людей, страдающих хроническими заболеваниями, средних хронических абстрактивных заболеваний, легких, сахарный диабет, онкологические больные, гематологические больные, люди старше 65 лет, дети часто болеющие, да, до года, но и среди них медицинские работники, беременные женщины, они подлежат обязательной вакцинации против гриппа государственной поддержкой. То есть вакцинация дает гарантированную защиту против гриппа. Вакцинированные люди могут заболеть, но заболевания протекают в легкой форме, без развития осложнений. Поэтому можно сказать, что вакцинация является профилактикой заболевания, первое. Второе – профилактика, если человек заболел тяжелого течения. И третье – профилактика летального исхода, то есть профилактика неблагоприятных исходов и смерти. Дорогие телезрители, и в конце программы мне хотелось бы сказать в свою очередь, нам нужно просто придерживаться простым прописным истинам и всему тому, что выше перечислили наши специалисты. Это вовремя обращаться к квалифицированным врачам за помощью, если вдруг у вас появилась кашель, температура, головная боль. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин